Мы находимся на очистных Бабаева. Здесь модернизировали оборудование, причем не просто так, а по очень выгодной системе в рамках так называемого энергосервисного контракта. Новое оборудование позволит не просто улучшить качество очистки воды, но еще и принесет экономию порядка 400 тысяч рублей в месяц. Сегодня первый заместитель губернатора Антон Кольцов оценил оборудование и произвел торжественный его запуск. Мы сегодня запустили оборудование на очистных сооружениях города Бабаева, оборудование, которое модернизировано в рамках энергосервисного контракта. То есть это очень важное событие, причем скажу, что это важное событие не только для Бабаевского района, это важное событие в принципе для региона, потому что у нас на сегодняшний день пока всего только два энергосервисного контракта. Один вот здесь и второй в бюджетной сфере в сфере здравоохранения. Энергосервисный контракт на сегодняшний день это единственный способ модернизировать оборудование, в том числе и в жилищно-коммунальной сфере, при этом не увеличивая тариф. То есть основной принцип следующий. Заходит инвестор, который проводит модернизацию, как вот здесь это произошло. То есть поменены центробежные нагнетатели воздуха на роторные, поменена система распределения воздуха, значит улучшены качества очистки воды. Но самое главное, оборудование, которое поставлено новое, эти роторные нагнетатели, потребление электроэнергии в разы меньше, чем центробежные нагнетатели, которые стояли предыдущие. Центробежные 104 кВт в час, роторные 29 кВт в час. Если в деньгах говорить, то экономия в месяц составляет 370 тысяч рублей. По году это 4-4,5 миллиона. Если учесть, что инвестор потратил на весь проект полностью, значит, с нагнетателями, системы разводки, зонты, вот эти аэрационные, полностью все с строительно-монтажными работами, около 8 миллионов, то понятно, что в принципе окупаемость этого проекта там около 2-3 лет. То есть и энергосервисный контракт, он и подразумевает за счет повышения энергоэффективности, за счет снижения эксплуатационных затрат и затрат на электроэнергию, вот эту экономию, значит, с помощью ее возвратить инвестору свои затраты и получить прибыль. В этом будущее, потому что все остальные механизмы, это все механизмы, которые в любом случае требуют привлечения денег. Здесь нет привлечения областных денег, муниципальных денег, это деньги инвесторов. У нас, к сожалению, на сегодня еще просто процесс масштабно не запущен. Еще до сих пор какие-то идут на уровне районов сомнения. Плюсы очевидны, но нужно сейчас просто это всем показать. Вот чем важен этот пример в Бабаевске, почему вот я попросил глав администрации районов приехать сюда, чтобы они глазами посмотрели, как это работает, это действительно работает. Канализационное очистное сооружение, где мы с вами сейчас находимся, были построены почти 30 лет назад и за весь этот длительный срок эксплуатации здесь ни разу не было ни капитального ремонта, ни реконструкции. Главная причина, это, конечно же, отсутствие достаточных собственных средств предприятия. И в условиях тарифного регулирования, конечно же, единственный выход это внебюджетные источники финансирования. И сегодня наши коллеги готовы поделиться своим практическим опытом в реализации энергосервисного контракта с коллегами из других районов нашей области. И, по сути, это должно способствовать успешному внедрению на объектах жилищно-коммунального хозяйства вот этой успешной практики модернизации оборудования и реализации собственно энергосберегающих мероприятий за счет заключения энергосервисного контракта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова